Привет всем! Меня зовут Ольга Сафонова, я свадебный фотограф на острове Пупкет в Таиланде. Я бы хотела вам рассказать историю о том, как я начала заниматься фотографией, как я очутилась здесь, на этом замечательном острове. Всё началось с того, что в школе я очень любила снимать на телефон вещи, которые происходили вокруг меня. Я пыталась выискивать что-то необычное. И в это же время мой друг приобрёл фотоаппарат, и так получилось, что он перестал заниматься фотографией и передал мне его. Поэтому я очень начала любить фотографировать людей. Уже как бы с уровня цветочки-кошечки я перешла на живое общение. И по окончанию первого курса я поняла, что мне нужно чем-то заниматься, чтобы попусту время не тратить. И я начала снимать всё больше людей. И как-то мне пришло сообщение от незнакомых людей, и они спрашивали, а сколько стоит твоя фотосессия? Я подумала, что это хороший знак, и решила более профессионально этим заняться. И уже спустя несколько месяцев я поступила в фотошколу. Уже решила свой уровень повысить. И к концу второго курса у меня даже была первая свадьба, к чему я была очень рада. Я, конечно же, волновалась безумно, но всё прошло очень успешно. Уже на то время я посещала мастер-классы, старалась общаться с новыми людьми, с новыми фотографами. И если бы я не стала фотографом, то, скорее всего, моя профессия была бы связана с общением с людьми, с творчеством. Может быть, я стала художником, кто знает, я в детстве хорошо рисовала, а там кто знает. Быть может, через несколько лет я тоже смею своё увлечение, своё занятие и займусь совсем чем-то другим. В любом случае, творчество — это то, что мы можем отдавать другим для того, чтобы люди насыщались хорошим чем-то прекрасным, красотой, которую мы им дарим. Вот, неважно, это какое-то произведение искусства или же это книга. Главное, чтобы это приносило удовольствие другим людям. Как я оказалась здесь? Я помимо фотографий очень люблю путешествовать. И я... На пятый курс я решила не идти. И за тот год я посетила около 10 стран. Мне очень хотелось познавать мир. Многие друзья уже бывали в Таиланде. Я слышала очень весёлые истории. И мне всегда мечталось... Я всегда мечтала попасть и жить в стране, где всегда есть лето, фрукты, море, горы. И вот, видимо, Вселенная, она меня приблизила. И я всегда всем советую, чтобы... Если действительно это ваши двери, если действительно это ваши искренние желания, вы обязательно там очутитесь. Если вы живёте на Антарктиде, то и вы очень хотите попасть куда-нибудь в Африку, то вы обязательно туда попадёте. Вот. Так же и было со мной. Пхукет я выбрала совершенно случайно. И просто случайно пальцем ткнула куда-то в карту. И это на самом деле так. Это я не выдумываю ничего. Вот. Какие трудности возникали у меня здесь? Наверное, как и многие фотографы, у нас в Украине, в России, вообще по всему миру, принято снимать в вечернее время, потому что солнце низко стоит, и не такие жёсткие тени получаются, и не так жарко. Вот. И я в основном пользовалась этим правилом, но не понимала, почему там у меня вода не бирюзовая. Оказывается, что здесь прямое солнцестояние, примерно с 11 до 2, здесь солнце стоит так, что вода становится голубой. Поэтому, естественно, я это заметила и начала как бы менять время съёмок. Но в то время мне очень хотелось ярких, насыщенных фотографий, поэтому я как раз получила то, что хотела. Сейчас я снова возвращаюсь к тому, что я снимаю в вечернее время, потому что мне нравятся более спокойные фотографии, более приглушённые тона. И я считаю, что такая фотография, которая больше похожа на плёночную, она нам позволяет, она на дольше сохранится, мы не будем ей присыщаться сильно. Потому что яркая картинка, обычно ты посмотришь на неё, и тебе достаточно пару раз просто на неё посмотреть и забыть. Здесь эта фотография спокойная, тебе хочется её смотреть и смотреть, и смотреть, и смотреть. Поэтому сейчас я выбрала себе такой стиль. По поводу личностного развития, и я считаю, что и в профессиональном плане, и в личностном развитии Таиланд для меня стал вообще большим-большим прыжком, потому что здесь так много новых людей. И я, когда жила на Украине, то всё время мечтала, чтобы у меня было много-много творческих людей вокруг меня. И опять же, мечты, они для того нужны нам, чтобы они сбывались. И так здесь я нашла очень много друзей, с которыми я могу разделять интересы свои, не только по фотографии, но любые другие. Ещё я советую, если вы занимаетесь каким-то делом, то обязательно у вас должно быть ещё несколько увлечений. Потому что если вы только будете нацелены на один профиль, ваша деятельность не будет такой креативной, не будет такой интересной, она не будет у других людей вызывать много эмоций, не будет с помощью, например, фотографий, не будет чувствоваться передача настроения, допустим, ваших клиентов, или же настроения природы, ландшафтов, которые вы снимаете. Нужно обязательно развиваться и в других сферах. То ли это спорт, то ли это танцы, или же вязание. Всё, что угодно, что связано с творчеством. И, конечно же, я считаю, что очень нам важна психология и развитие. Потому что если вы не будете развивать себя, не будет развиваться и ваша деятельность, ваши работы будут также оставаться на... Они будут стоять, они будут заморожены. Если вы идёте вперёд, ваши работы всё лучше и лучше развиваются. Они становятся всё краше и краше. Вот. Поэтому я считаю, что это продолжает происходить. То есть разные интересные встречи, даже можно иногда сказать и мистические, какие-то фантастичные. И это всё не останавливается. Оно как бы идёт-идёт вперёд-вперёд. Вот. И где я черпаю вдохновение? Во-первых, я смотрю работы других фотографов в день. Я пересматриваю очень много разных фотографических и арт-сайтов. Таких, например, как Топ-Пиетер. Вот. И на самом деле я очень люблю команду вашу. И мне очень нравится то, как вы продвигаете свои сайты. Так что, да, ребята, обязательно выходите на этот сайт. И так же много других сайтов, где вы можете просто миксовать, комбинировать идеи и уже иметь свою какую-то картинку. Так же самое делаю я. Если это какая-то бесплатная съёмка или же съёмка с клиентом, я обязательно... У меня есть референс. Референс, то есть это фотографии, которые у меня есть в альбоме. Я себе выбираю и смотрю, какие мне стоят идеи скомбинировать, смиксовать. Вот. И так же это касается и творческих каких-то проектов. Где-то я беру прическу, где-то я беру платье или же локацию. И всегда у меня есть снимки, которые я вот как пример для меня. И обязательно у вас должен быть ваш гуру. Потому что так же, как машина не может ехать сама, вы сами не можете вперёд проехать. Сами не можете развиваться. Потому что обязательно дружите. И нужно делиться знаниями, нужно делиться идеями, местами. Не нужно жадничать. Обязательно встречайтесь и общайтесь с другими людьми. И не только фотографами, есть люди. Иногда у меня очень раньше, когда я жила на Украине, почему-то не так было много творческих людей рядом. Но всегда вот даже те друзья, которые ходили просто на работу, они мне периодически подсказывали какие-то необычные идеи к моим фотосессиям. Поэтому найдите себе гуру, который будет вас критиковать, и вы не будете бояться его жёстких слов. Потому что сначала яд, а потом нектар. Сначала мы можем с чем-то не соглашаться. Но на самом деле, если это действительно хороший учитель, он вас обязательно постимулирует к вашему дальнейшему развитию. Вдохновением я также считаю свои путешествия, потому что это просто невероятный опыт. И вдохновение просто везде, вокруг. Даже если вы живёте в своём городе, и он вам просто жутко надоел, всегда можно с другой стороны на него посмотреть и увидеть что-то другое, что вы ещё раньше не замечали. Какие могу посоветовать правила для фотографов? То, что вы должны, во-первых, не останавливаться. Если вы снимаете, то первое правило — это практика, практика, практика. И не жадничайте в начале вашего творческого развития. Снимайте много бесплатных съёмок. Так вы сможете с многими людьми познакомиться, даже подружиться. Многие клиенты стали моими друзьями, близкими. И они вам также могут привезти ещё клиентов других. Вот. И что вам ещё интересного рассказать? Я увлекаюсь здесь, на Пхукете, очень природа располагает, поэтому я стараюсь много ходить, гулять вот на море, просто наслаждаться пейзажами пхукетскими. Я хожу на йогу, я занимаюсь танцами, и я путешествую, я уже вам об этом рассказала. Иногда я рисую, люблю встречаться с друзьями. И, наверное, самое... Что такое, что для меня искусство? Это способ самовыражения себя. Это какие-то вот лучики света в просто какой-то ежедневной рутине. То, что вас действительно делает счастливыми, то, как вы можете... Ну, я не знаю, будто бы какое-то парение, вот когда я фотографирую. Это, наверное, медитация. Когда я беру фотоаппарат, я готовлюсь к съёмке, а заранее продумаю какие-то идеи и уже встречаюсь с клиентами или же с моделями, то я обо всём забываю. И я думаю, что многие со мной согласятся, когда им нравится своё дело, когда твоё любимое дело приносит тебе ещё доход. Это вообще стопроцентное удовольствие. Поэтому даже если вы ещё не перешли на тот уровень, когда вы довольны своим делом, то обязательно вспоминайте то, что вам нравилось в детстве очень делать, то, что вас очень радовало и такая искра при вас зажигалась. Потому что мне всегда в детстве нравились приключения, мне всегда нравилось общаться с новыми людьми, мне нравилось рисовать. И, в общем, всё это стало солянкой в таком... Все это ингредиенты в такой большой-большой солянке, которая превратилась в моё увлечение любимое. Дальнейшие мои планы я не могу предсказать, потому что всё очень часто меняется. И здесь, особенно на Пхукете, Азия, она очень мистичная. Я думаю, если кто-то поедет, обязательно это прочувствует на себе. Возможно, я перееду в другую страну, а возможно, я останусь здесь. Я вполне чувствую себя счастливой и здесь, даже если я останусь здесь до конца своих дней, потому что мне очень нравятся люди, мне очень нравится то отношение ко мне. И я знаю, что тайцы, они меня очень сильно поменяли, поэтому неважно, что будет в дальнейшем, я знаю, что у меня вот такая вот будет история моей жизни, жизни в Таиланде. И мои дальнейшие планы — это, наверное, сесть на шпагат. Ну и что ещё? Какую-нибудь вечеринку друзей устроить. Ну или провести какую-то интересную съёмку, хотя вот как только у вас появляется куча-куча заказов, то у вас появляется всё меньше времени на какие-то творческие съёмки, поэтому не оставляйте это, не оставляйте. Не оставляйте это ваше любимое занятие, не превращайте ваше хобби в рутину. Просто делайте каждый раз, и для вас пусть это будет праздником. Я хочу всем пожелать бодрого настроя, чтобы вы прислушивались к своей интуиции и следовали своему сердцу, потому что оно вас обязательно приведёт в то место, где вы будете себя чувствовать счастливыми, потому что мир полон сюрпризов, полон всего, что только можем и пожелать, и всего на всех хватит. Вот, и работы, и занятий, и денег, и путешествий. Просто нужно довериться Вселенной и быть открытыми к людям. Так что я желаю вам всем счастья. Будьте счастливыми, будьте радостными, и встретимся на topcreator.org. Вот. Вам всего хорошего и приятного дня. Пока-пока. С вами была Ольга Суфонова. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!